У меня недавно одна женщина спросила, а что делать, если муж не разделяет ее стремление чего-то достигать, что-то делать в жизни, и это ее останавливает. Вообще-то вот такое явление, когда тебя кто-то останавливает только потому, что он не разделяет твое стремление или твоего намерения что-то делать, оно встречается довольно часто. И да, мы действительно не знаем, что делать в этих случаях. А у меня есть просто несколько примеров из моей жизни. Я недавно в самолете встретила женщину, которая когда-то много лет назад пришла ко мне буквально с такой проблемой. И у нее была достаточно серьезная карьера, которую ей предлагали сделать, причем для этого надо было переехать в другой город, а муж ее не хотел ехать в другой город, а муж ее все находился в поисках самого себя. Ну, знаете, такое бывает. Многие мужчины ищут себя все. Ищут, 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 и долго ищут. Вот как-то я заметила, что женщины не так долго себя ищут почему-то. А мужчины, они ищут себя очень долго, если начинают искать. Вот то же самое случилось с этой женщиной. Муж очень сильно и долго себя искал, и никак не мог себя найти. А переезжать с ней в другой город, ей предложили переезд в столицу, в крупную, он не хотел, потому что вот он же себя все искал. И из-за того, что он не хотел переезжать, она решила, что она тоже никуда не будет переезжать, а будет здесь строить как-нибудь все с ним, в этом месте, и будет все пытаться помочь ему найти себя. И, вы знаете, интересное дело произошло. Через несколько месяцев он погиб. Он погиб, он поелся каких-то грибов, отравился и умер. И это не о том, что вам не надо думать о том, как вам жить с вашими родными и близкими, это не о том, что вам нельзя на них обоглядываться. Вам нужно просто понимать, что вы не имеете права свою жизнь менять из-за кого-то другого, да, или в своей жизни отказываться от чего-то того, что вам важно, из-за кого-то другого, если ему это по какой-то причине не нравится, не подходит и так далее. Ну, знаете, всякое бывает. Бывает, что человек просто не разделяет ваши интересы, бывает, что у вас культура не совпадает. Вот, например, я живу в Америке. Честно говоря, самая большая трудность, с которой я сталкиваюсь, это трудности вот именно такой вот разнокультурности, потому что то, что для меня нормально, очевидно или кажется простым, для него не кажется ни нормальным, ни очевидным, ни простым. То, что он считает нормальным, очевидным и простым, меня иногда просто шокирует. И не потому, что я, не потому, что это что-то страшное, а потому, что мне бы в голову не пришло, что так можно себя вести. Вот, например, мы сегодня были в госпитале, я проходила очередной осмотр, мамограмму, которую нужно проходить. И муж вообще, он очень удивляется, когда я ему рассказываю, что в Украине, например, это не является неким обязательным действием, которое каждая женщина должна проводить, осуществлять регулярно, с какой-то там постоянностью. Он этого не понимает, мне очень трудно ему это объяснить. Он регулярно задает вопросы, а почему-то вот это не сделала, а почему-то вот это не делала. А что я могу сказать, если в нашей культуре этого на самом деле не было? О, а при этом, когда мы были в госпитале, и там я оформляла все документы на эту очередную, поставив регулярную мамограмму, и медсестра, которая принимала эти документы, она совершенно спокойно разговаривает с ним, со мной, показывает ему, где, когда, как она там, какие дезодоромы пользуются, где она потеет, что там. Он задает вопросы. Вот я не видела у нас мужчин, которые вот могут вот так взять и открыто задавать какие-то вопросы по женскому здоровью. А он задает вопросы, ему отвечают, и никто на самом деле этого не смущается. Меня удивляет, когда мы встречаемся с семьей, и, например, его двоюродные сестры обсуждают какие-то женские проблемы, и мужчины рядом, и вообще никого это совершенно не смущает. В моей культуре, боже мой, какой кошмар, да ну, в тихорябе же с собой поговорили, у кого где какие гормоны, и где какое чего выскочило, и чего болит. И все, тут они это обсуждают все вместе, все дружно, никаких проблем с этим нет, никто никого не стесняется. Ну и я к чему веду? Я веду к тому, что вот иногда мы можем друг друга останавливать только потому, что у нас разное воспитание, у нас разные взгляды на жизнь, но это не означает, что мы хотим друг другу мешать, нам нужно просто посмотреть внимательно, от чего мы добиваемся. Если у нас есть намерение создавать, вот создавать совместное будущее, то, наверное, многие вещи можно преодолеть, и со многим справиться, и простить друг другу что-то. А если нет намерения создавать совместное, тогда да. Поэтому, знаете, вот останавливает или не останавливает, я не стала бы вот так вот прям жестко очень говорить, он меня останавливает или она меня останавливает. А надо просто посмотреть, зачем вы вместе. То есть, если у вас есть перспективы, ради которых вы вместе, за что вы можете бороться, то, наверное, можно очень многое преодолеть. А будет ли трудно или не будет ли трудно, откуда я знаю? Знаете, создавать семью сложно, и отношения создавать сложно. Точно так же, как сложно разрушать отношения и разрушать семью. Поэтому бороться, трудиться все равно придется, независимо от того, в каком состоянии вы сейчас находитесь. Это вот к вопросу об остановках. Ну, а, конечно же, если вы чувствуете, что близкий человек вас останавливает, ну, с этим можно как-то разбираться. Первое, наверное, самое главное, это все-таки общаться. Конечно, самое легкое, что можно сделать, это, как говорится, забить на все и совсем там пытаться разбираться самому. Ну, знаете, если у тебя нет поддержки рядом, с тем человеком, с которым ты вроде бы именно для того, чтобы друг друга поддерживать, то, конечно, потом тяжело двигаться во всем. И домой не хочется, и никуда не хочется, и жить, может быть, иногда не хочется. Поэтому, конечно, можно себе сказать, вот она меня останавливает, или он меня останавливает. Но я не уверена, что это настолько все так однозначно, до тех пор, пока вы не поговорите. Может быть, у вас такое было, у меня было. Я обижусь на своего мужа, придумываю себе какую-то чудную историю. И бац, ему скажу, а вот ты вот так вот сделал. А он бац, мне в ответ, а ты вот это сделала. И я вдруг понимаю, что, ну, вообще-то, когда я вот это делала, я ничего плохого не имела. И я на самом деле ничего плохого не хотела. Но когда он мне говорит о том, как он себя почувствовал в этот момент, я думаю, ну да, вообще-то могло такое быть. Так, может быть, и когда он что-то делал, от чего я расстроилась, или на что я обиделась, может быть, он тоже не это вообще-то собирался мне продемонстрировать. А хотел показать, что это другое. Поэтому, вот если честно, самый легким способом, когда тебе кажется, что тебя кто-то останавливает, это заткнуться, замолчать, отвернуться, обидеться и сказать, я сама с собой или сам собой вообще со всем этим буду разбираться. Ну, он может быть способ, конечно, и самый легкий, но, наверное, он вообще самый безвыходный, потому что ты тогда вообще ничего не сочинишь, не сделаешь, ничего у тебя не получится. А тяжелый способ – это разговаривать. Разговаривать через обиду, через расстройство, несмотря на желание заткнуться, послать все далеко. Разговаривать, разговаривать. Я заметила, что очень часто даже, если даже ссора, если в ней дать возможность человеку каждому партнеру высказаться, то в конце концов оно так затихает, и после этого можно разговаривать. Ну, я, конечно, все-таки хочу сказать, что ссоры – это не самый лучший способ решения вопроса. Просто надо понимать, что если люди ссорятся, значит, у них есть причины. И если я на кого-то злюсь, то я злюсь не потому, что он это заслужил, а потому что я что-то против него сделала. То есть, если кто-то вас критикует, если кто-то агрессивно к вам относится, значит, скорее всего, этот человек что-то от вас прячет, что-то скрывает. Причем оно может быть мелочь, какая-то мелочь, но тем не менее эта мелочь, она его изнутри съедает, потому что он же, когда эту мелочь делал, он знал, что эту мелочь делать нельзя. То есть, вот такие маленькие преступления, которые мы совершаем в отношении близких нам людей, они отношения-то разрушают, и они могут быть, казалось бы, мелочью-мелочью-мелочью, а все равно оно тебя изнутри гложет, и ты начинаешь к человеку, к которому ты что-то сделал или к которому ты что-то не сделал, из того, что ты должен был сделать, ты начинаешь к нему относиться с придирками, потому что тебе же нужно оправдаться, и ты начинаешь придираться, придираться, а когда придираешься, то тут же понятно, что всегда можно к чему-то придираться. Поэтому я хочу этот разговор закончить тем, что если вам кажется, что вас кто-то останавливает в вашей жизни, вам надо посмотреть, а так ли это на самом деле? Вы действительно, он вас действительно останавливает? Или вы что-то не понимаете? Или, может быть, вы его провоцируете для того, чтобы он вас остановил, для того, чтобы у вас была возможность потом пострадать, пожаловаться? Может быть, вам нужно какое-то оправдание. Поэтому внимательнее наблюдайте за вашими отношениями, за вашими еще чувствами, состояниями, и подписывайтесь на мой канал. Я буду регулярно выкладывать свое мнение по поводу жизни. Хорошего вам дня!